Какое лето-то? Тьфу, какое лето? Какая зима? 20 градусов, в очередной раз, куда мы приехали? Мы приехали в то место, где вы можете себе купить запасные части. Хорошие запасные части, новые запасные части. Будьте они немножко побегали, но вы себе покупаете запасные части и ездите дальше на вашем замечательном автомобиле. Итак, мы приехали на улицу Кринкерную, 22. Здесь находится авторазбор. Но вы же должны понять программу автостоп. Когда на улице холод не детский, морозить камеру – это зачем? Вот когда минус 20, можно и камеру поморозить. Тем более, что цель у нас есть. То есть я вам показал в городе две структуры, позволяющие ездить на иномарке дешевле в разы, чем на отечестве. И вот вариант второй. Запчасти как БУ, так и новые. А вот еще прикольная штука – это ваши колеса. Причем колеса разные. Нам сейчас интересует, что нас интересует летняя резина, да? Но в любом другом случае, если даже вас интересуют зимние резины, то где самая дешевая зимняя резина существует? То есть машины также приезжают и на колесах в том числе. И такое может случиться, что колеса-то в отличном состоянии. Ну, там небольшой, чуть-чуть износ. Так, купите здесь тебе резину БУшную. Кроме всего прочего, чуть-чуть дальше, и за моей спиной есть большое количество дисков. То есть бывает такое, треснули диск, ломанули его. Разные диски, естественно, здесь существуют. Но основные диски, штамповочные диски, да, ну, стандартные, вот они есть в наличии. То есть тот же самый вариант. Зачем бегать куда-то, когда приходите сюда, на улицу Клинкерную 22, и покупаете себе все, что хотите. К слову о том, кто не знает, здесь отличная резина и диски. Пусть и немного поездившие. Вот они, вот они замечательные дверки, да? Даже если они в носках помяты, ничего, все это дело делает. С уж поверьте мне, машины в салонах, они так же карашны. Они трассами, трассами, господа. Теперь возникает вопрос, почему здесь круто и круче, чем все. Ну, во-первых, автостопу сейчас 18-й год идет, как в эфире. Но, когда я в первый раз купил себе иномарку, дело-то было 20 лет назад, да, 20 лет назад я себе купил первую иномарку. И до того, как эта контора уже работала. Она была немножко в другом месте, потом она переросла сюда. Я, конечно, прекрасно понимаю, все хотят сделать что-то подобное. Но не получится, господа вы, не получится. Потому что вы, конечно, тоже смотрите. И перед тем, как что-то сделать, я вам гарантирую, лучше приехать на улицу Клинкер 022. Посмотрите, пожалуйста, этот результат. А потом обцените у других их результат. Ну, как-то да. Я сам дико удивился после того, как посмотрел на свой Форд. Оригинальные детали кузова только половина. Остальные сделаны и покрашены. Да и никто не думал, что цвет-то другой. Вот, ребят, то же самое получилось у меня, да. Не так давно в мою машину кое-кто въехал. Второй заход. Тот же кукурузер. В другом кузове приехал. Ну, да ладно, первый раз там вообще филейной части не было. Ее просто снесли. И у кукурузера передний мост аж вынесло, да. Ну, вот допустим, что может быть случиться, если у вас Фиат Альбео? Да тут много-много таких замечательных машин, да. То есть, ну, где-то они там подкоряжились. Но по сути событий, если все и нету ничего, бывает такое, залетели конкретно, красиво, круто. Мой вариант приехать опять же сюда. Буду сегодня говорить это неоднократно по одной простой причине. Просто приедьте, целиком можете борду выкинуть, не то табличку там переставить. И ездить на абсолютно новом автомобиле. Ну, немножко его перекрасить и все. Так, чтобы не париться. Есть два варианта. Каска и свал. Есть не каска. И выбор лучших частей автомобиля. Я вас попрошу не слушать козявок, всяких непонимающих, из чего состоит ваш автомобиль. Я вам честно говорю, тот самый лазер, который там вот все так греет, там нагревает. Что же лазерно-вареные автомобили с конвейера на переделку от хозяина-то возвращаются? А вот машина из той же структуры, да? Ну, немножко было что-то сделано, да? Ну, это уж для тех, у кого есть голова. А тех, кто хочет себе купить недорогую машину, причем качественную машину, вот замечательный вариант. Капот на втором этаже, передние крылья на втором этаже, ну, бампер можно сделать, двери можно здесь же купить. И крышу тоже. То есть, чем вам не вариант идеального восстановления замечательной Шкоды Фабия? Хороший вариант. Где вариант? Вариант находится на улице Клинкерной, 22. Авторазбор, 3 девятки. Вариант, в принципе, прост. Таких машинок-то много. Чуть поменяли, чуть сделали, и катаетесь на новом. Ну, практически. По цене в несколько раз дешевле нового. Так, господа, в очередной раз можно было за ТНВД купить новый двигатель. Извините, в данном случае я лох. А, сейчас я кое-что объясню, да? Кое-что объясню по одной простой причине. Я себе купил... Ах, что же я наделал-то, а? 250 раз. Купил себе дизельный УАЗик. Да я был бы не против, если бы этот дизельный УАЗик каким-то образом работал. А я себе купил дизельный УАЗик с блызнутым ТНВД-шкой. Но... Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Надо было мне сразу сюда прийти. Сегодня только узнал, что все двигатели, которые здесь, во-первых, они имеют ПТС-ки. Естественно, то есть вы в себе взяли двигатель качественный, да? И уже с ПТС-кой его ставите. В очередной раз я лох. Я стопроцентный лох. Я попробую, конечно, поставить свой двигатель на свой УАЗик. На дизель, естественно. Но если не получится, я сто процентов приду сюда. Возьму себе другой двигатель с ПТС-кой, поменяю его себе на своем УАЗике. И буду ездить на автомобиле, который, ну, сто процентов никогда не сломается. Потому что двигатель в моем УАЗике будет иномарочный. И тогда УАЗик будет работать просто изюмительно и для меня. А тут круто. То есть есть ИБУ. А есть офигенный ассортимент того, что новое. Вот как. И вы когда будете говорить о Китае, и я вам скажу просто. Китай по металлу в 50 раз превосходит Россию. Не говоря о пластмассе всякой. А есть еще и Индия, превосходящая нас в 45 раз. Ребятки, нас 130 миллионов человек. Что как-то малость меньше 4 или 6 миллиардов, что проживают в Азии. То есть Россия от них это всего лишь 2%. А здесь все есть для кузова, как и стекло, как и ин и аутсайд. В смысле внутренних устройств и внешних. Вот так вот, да, господа мои. Вот так вот. Я пришел на второй этаж. Если честно, если честно, я знаю одно хорошее место. Там недорогие цены. Но если честно, что вы просто поняли. Вы просто поймите меня честно. Приедьте сюда на улицу Кринкерной 22. Далеко ехать не надо. Вы в сторону цемзавода. Просто поднимитесь на второй этаж. Просто зайдите сюда. Просто обалдейте. Потому что количество запасных частей здесь в разы больше, чем во всех торговых центрах города Магнитогорск, которые продают вам запасные части. Мягко говоря. Мягко говоря. Но то, что вообще нигде не существует. Это вообще нигде никто не завозит. Все замечательные крылья и передние, и задние. Представляете, Шкода Фабио Универсалу и задние крыла. Нормально. Новое. Вы хотите себе купить на авиабампер? Есть и на авиабампер. Есть и на Шкоду. Октавиабампер есть. Да вообще как бы много на чего здесь есть. Поверьте мне. К слову, можете на Форд себе капот купить. Крылья, пожалуйста. На Нексию. На Санату. Ну, ребятки. Ну, другого варианта я вам честно скажу. Если вы посмотрите по городу, вы не найдете. И перед тем, как что-то себе заказывать, мой вам грамотный вариант. Приедьте сюда. За запасными частями. За фарами. Да за многое чем сюда можно приехать. Поверьте мне. Второй этаж. Клево. А то. Кто мне нужен больше, а никто. Нужны ли мне то, что хочет продать дилер? Можно. Но цена. Куда цены прыгнули в два раза вверх? Ну, туда же вернулась и камера, и компы. Чтобы вы про цены не скурили. А так и без вас обойдемся. То, что нужно, я вижу и делаю. Ну, если что, то. То, в принципе, на втором этаже вы сможете новые запчасти себе купить. Они недорогие в действительности. Ну, три двести стоит крыло. Три двести стоит капот. Ну, это совсем недорого, правильно? Ну, кроме всего прочего, если что-то уж конкретное есть здесь, ну, то есть дверь и все остальное. Понимаете? Новую дверь купить – это дорогое удовольствие. Лучше взять ее бэушную. Также в некотором случае можно и все остальные вещи купить. Потому что, ну, машины бывают в различном состоянии, да? И некоторые приезжают в отличном состоянии. Ну, подумаешь, ну, там чуть-чуть подгорел салон, да? Человек получил страховочку, да? А вы все остальное себе берете и покупаете оригинальные запчасти. И где все это делается? На улице Кринкерной, 22. Авторазбор. Три девятки. Авторазбор.